приветствую бойцы в какого дела как настроение сейчас будем собирать лютую имбу которую будет всех на хрена разносить но сначала давайте послушаем и посмотрим что там гликман начудил наш официальный ютубер но у меня дома так я делаю скрин состав подожди не включай не включай ничего в общем он собрался отправлять комьюнити менеджеру список айди кланов молота могу гликман товарищ сам тебе все скинуть не нужно деньги скриншоты и делать вот клан молота не настолько красавчики что их смело можно переименовывать уже не в молотый м а м это мастера и соответственно ему не понравилось не понравилось что он два раза порядка лану молоты поиграл клан против клана воевали и не понравилось что сафрон надолбил кучу урона если вы будете внимательно смотреть что творилось на стриме у товарища гликмана они клап гликман с кланом сумме заряжали щиты и фафнир и потом удивлялись ой а что это фафнир так больно бьет ну как бы как бы кто виноват в этом наверное товарищ гликман ты и твой клан виноваты итак давайте мы также повторим повторим успех сафрона постараемся набить миллионы миллионы уронов даже возможно десятки миллионов и что же же за у него же за фафнир два нукле амплифая два модуля ну мы вот поставим один астрал у него имеется два скади когда приземляется стреляет с помощью дробовичков но как правило он не приземляется зарядил щит и летает что у него по умениям отчаянно моментально перезаряжает способность когда хп-шка слилась там то есть нажимает еще раз астрал дополнительно повышенный урона вооружением это он еще не перевел скидку ждет повышенная прочность повышенная скорость повышенная скорость носится как угорелый так далее он играл это фафнире в основном но у него есть еще один фафнир давайте посмотрим на комплектацию его то же самое скади и 2 хавка акустических дробовичка то есть приземляется и вблизи всех разносит теми же самыми скади и хавки доносит урон непоправимый серая полоска не восстанавливается это ограничение конечно есть димитра может восстановить с пилотом амперметром серую полоску ну и ревенант в способности его серая полоска практически не заполняется так что нужно это учитывать по фниру нападать на ревенант в способности лучше не стоит также два нукле амплифая ласт энд и соответственно лечилка что по умениям так он открыл последнее умение но еще не накачал ну то в принципе пока чуть не нужно в т4 формат лавкач разрушитель эксперт неизвимый рейдеры лихача разведчик ничего сверхъестественного необычного нет самое главное на фафнире вовремя взлетать и так сейчас мы сделаем лютую имбу даже лучше чем у сафрона что мы будем делать вот мы займемся измененной моделька фафнира очень красивый страшный ужасающий вот умеется 2 фафнира freedom и как-то произнести corrupted corrupted фафнир что 1 2 соответственно имеет на 10 процентов больше прочности но это мне более симпатично я займусь именно ей ужасающе страшно дамажная будет нас моделька что мы будем ставить мы будем ставить как у сафрона нукле амплифая но в одной штуке она стоит потом соответственно мы будем раскочегаривать атаку вас тент нужен ну по идее нужен но мы будем все сдачить на урон если нас будет убивать мы мы соответственно будем уходить в астрал то есть вместо ремонта я сейчас поставлю ему астрала как у сафрона так ставим overdrive юнит бах одна штука 25 процентов урона добавляется далее далее ищем 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 и еще один overdrive юнит получается суммарно плюс 50 процентов атаки так все оружие имеет повышенный урон все оружие судя по описанию overdrive юнита и встроенная пушка у фафнира также должна стрелять сильнее на 50 процентов но overdrive юнит работать не сразу а когда робота подслили в бою позаметите у хпшки полосочку когда соответственно хпшки станет меньше данной полосочкой включится два overdrive юнита великолепно нукле пифая накапливается со временем всего 80 коэффициентов каждый коэффициент один процент то есть суммарные увеличение урона на 80 процентов великолепно то есть наша сборочка будет чрезвычайно супер мега домашний также соответственно что выживать непростом мире игру в робот мы поставим фашист многократного цент его так называют что у нас по умениям на ваших глазах сотрите можете поставить даже на паузу хпшку будем регенерировать с помощью механика но возможно в бою будет какой-то саппорт и этому естественно дико обрадуюсь осталось нам заняться дроном я не на записи дроном займусь специально поставлю дрон на ремонт на выходе из астрала и соответственно мы встретимся с вами уже в бою и так смертельной битвы беру второго робота фафнира хотя уже могу взять титаном я на ревенанте разнес ну всю практически вражескую команду так накапливаем нукле амплифая под урон лучше не попадать вот индикация срабатывания овердравь юнитов так работаем 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 пушки у меня красный к сожалению антиконтрол не поставил чтобы максимально максимально все раскочегарить на атаку прячемся так так это хок по хоку лучше не стрелять по мне не работают я нападаю на врага постоянно пушки меня к сожалению красный я могу взлететь соответственно и поражать диметру но к сожалению у щит мой ой пушка моя за счет считающего не зарядилась мне нужно взлетать тогда когда желательно по мне будут стрелять титаны так у нас там кто это ты кто выходи вышел послушный мальчик и это у нас тайфунчик тайфунчик пошел в астрал спасается бегством ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка сейчас будет великолепно килл будет так накопилось уже 21 один коэффициент про то есть урон не возрос на 21 проценте в укрытие залезли так могу уже воспользоваться кораблем вот это я люблю паши титаны желательно что по мне несколько титанов постреляли когда я буду взлетать это вообще просто будет великолепно лучше всего держаться за спиной своего боевого товарища допустим за спиной ронина его будут бить по крайней мере так будут рассчитывать враги а на самом деле они будут бить меня давайте соответственно я подлетаю к нашей команде и и и и защищаю и прикрываю их своим щитом и заодно соответственно заряжаю свой щит так нажимаем астрал что-то по-моему начинают избивать так отлично отлично при выходе за страла у меня срабатывает ремонтик также при убийствах также у меня поставил дрона глайдера срабатывает ремонтик долбаним орбитальную поддержку хок ну практически мгновенно сгорел что у нас соответственно с и титаном ауминга но к сожалению бью его не один но все-таки со мной справились так давайте что ребаса возьмем не ребаса приберегу на потом он такой красавчик оказывается сломанием счетов шилдбрекером что нужно делать у него конкретно отдельный обзорчик так ну что прыгаем давайте прыгаем недолечу конечно будет недолет бам бам но я буду закрываться вот этими щитами чтобы соответственно нивелировать входящий у меня урон чик бам 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 враги находятся в не очень выгодном для себя положении я включил свой щит и соответственно меня долбит муромис и по факту сливается он сам уж и не долбить бегуху когда звезды у него работает способность бах тракте бедов давай до свидания так сейчас он бил бил меня бил своими титановскими вортаксами и что-то урона я особо не наблюдал как меркури бах им и убил с помощью фрок сплэш то есть за счет своей способности за счет приземления я врага изничтожил команда к сожалению данном бою красная абсолютно не может ничего нам противопоставить это кто фафнир или ребас и даже воевать не сильно интересно у бойцов у красной команды всего лишь там пара сильных бойцов все остальные такие слабачки и не умеете не прокачиваю фиксовники в кого запихали бах смотрим фрок сплэш тоже то и за счет способности за счет взрывной волны как у меркурия ну как или допустим у шелла я врага изничтожил 27 15 даже враги и не выходит воевать ой давайте посмотрим такую табличку там будет после сущие копейки покажите сущие копейки наконец грузит грузится ну 6 лямов ну по меркам о один вообще не играл по меркам топов это такой средний урон уже считается все у нас показатели с каждым годом растут сейчас уже урон раньше был я считал миллион крутой урон потом 23 сейчас уже 5-7 миллионов это норма для топа капец то есть я просто сделал свою норму гонка за мигами давайте сразу буду записывать возьму фафнира который соответственно не супер мега ма который обыкновенный якобы ну и полетим на нем соответственно под раздачу желательно что меня прям со всех сторон колбасили дел будет колбаса самая но я думаю в центре будет колбаса мне нужно быть за спинами моих боевых товарищей и впитывать урон который да что ж такое не получается но складных боях спокойненько получается взлетаем все бьют бьют думают что бьют соответственно твоего коллегу то у вас обратно оказывается ты закрываешь щитом и себе щит неплохо так заряжаешь слова боях ну такое наверно не получится ты побежал соответственно в астральный мир ну а в способность побежал да так изничтожаем уничтожаем ладно давайте приземляемся прям конкретно полюбил меня баратюня прям полюбил меня так работаем 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 у нажимаем ремонтик используем укрытие какие агрессивные посмотрите враги так ладно 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 огнеметы долго летят до цели я даже не знаю смогу ли я убить орочу но я не смогу потому что там расстояние больше больше оу больше 350 метров сожалению ну взлетаем так ты пошел способность плечонок подзаряжай мне щит красавчик и у тебя там ломание щитов по-моему там у кого-то ломание щитов имеется в общем мой фафнир просто лопнул как нефиг делать так мне нужно появляется на маяке и впитывать урон который подначался для моих собратьев еще появляемся ну давайте появляемся бейте бейте по одному постреляем по другому постреляем по третьему постреляем павли попривлекаем к себе внимание потедово постреляем так работаем работаем по вражескому фафниру а ты ох ты ж сгорел просто моментально без ласт энда я даже пропустил тот момент когда нужно нажимать на астрал да капец вот это сделал супер мега им буду берем ретро ревенанта ну и давайте погнали 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 сейчас будем прыгать на центр и врагов нахрен всех изничтожать по идее по идее фафнир зарядив щит должен находиться за спинами своих собратьев чтобы соответственно настреливать миллионы даже десятки миллионов урона как-то сделать соло бою я даже не знаю на кому тут можно положиться хренов пробить ну что ты мне бьешь посмотрите сколько у меня хп-шки снес охренеть просто бардюнь ты понимаешь свою низкую эффективность осознаешь никчемность жалкость и брены своего существования по сравнению с ревенантом так ты там вышел да на маячке что там что-то бои от того-то понятно так у нас там соответственно рованка да просто в нагул на ревенанте можно бежать через центр боль в более центр поля и никого не бояться особо ночью прыгаем там ревенант и там соответственно фафнир имеется все такое вкусно давайте долбаним сами себе орбитальную поддержку и херачим 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 что-то смотрю нашего бежают давайте немножко по выжигаю сейчас эти овердрайвы заработают да это крутой овердрайвы поставил красавши давай 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 ласт энд имеется ласта все отлично заработала мне так и нашу лягуху били нет лягуха еще живая не может справиться с раванкой в бочинку раванки даем залп струи лови струю отлично струю поймал так ты типа агрессивный данного ответили портнусь все у меня работает способность серая полоска практически не заполняется и от негативных эффектов я зощу еще бьешь меня бей вот кто танк в игре так это я а не ты уже ну способность в способности ревенант самый крутой там а когда нет способности нужно из этого прятаться ну или воспользоваться привилегиями которые дают нам разработчики то есть щит f-типа который срабатывает при получении урона и непробиваемый непростреливаемый ну тоже есть исключение даем струю струя не попадает убегаем тут мы видим артура артур ждешь гости артурчик артуре он чик здрасте так а бьете меня давай 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 посмотрим давай посмотрим давай я даже зуб даду если никто не будет вмешаться наше противостояние что я тебе разнесу как нефиг делать еще у меня останется миллион хп спорим артур свалил арту артур дал деру да ну его нахрен это что-то что-то ненормальный что-то ему не понравилось дать так у этого работает купол да ну ладно а у меня работает способность так что мне на свой купол несколько начихать артура нет буду бить тебя меня неистово колбасит фафнир пользу тем что я занят ну и вооружение у меня такое не очень хорошо работает на удалении но она выживаю выживаю до сих пор я выживаю коррозируем 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 все отлично великолепно так а что вы скажете если возьму лучи дара товарищ ауминг ауминг как ее зовут опа нападаем боли минус хорини нас все правильно я просто отвлекаюсь 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 мне когда-то вспоминать кучу названий миллионы названий робота в нашей игре в нашей игре роботов миллиард я уже половину забыл бы повторюсь надо еду мою вин не принимать издалека работы мне как ты могу рейвия включить в стенд левый правый левый правый берег левый берег правый сработало вроде бы включилась наконец-то посмотрите наши ложки орочи отдают маяк ну что вы смеетесь что он фафнир летает не закрывать ни за чьими спинами не стоит вы по ком должны работать наша команда не в состоянии справиться просто сорочек о май гады бог какие вы соответственно низкой лиговый так вас буду называть ну что ну что вы мне бьете прям боюсь боюсь включаем зеркало потому что муромес вроде бы стрелял как по мне вроде бы как но оказалось что не по мне так ноги мои отмерзли ну и что мы будем делать мы будем прыгать на маячок естественно пока мы прыгаем на маячок мы будем немножко ауджуна колбасить на маячок залетели скоро у меня будет работать соответственно орбитальной поддержки мы соответственно сами себе орбитальную поддержку то и оказываем все отлично захватили мальчик половина нашей команды на хрен отсутствует так включаем на способность потому что муромес решил нас избить ну давай давай флаг тебе в ухо попробуй сбить ой 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 боюсь 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 так трак тебе дох блин ни хрена себе ну да серьезно серьезно заявка на успех так скорее всего в этом бою вы увидите и эребаса адидаса потому что роботы заканчиваются включаем ломание счетов 1 минуса нули способность моя полетела так великолепно так давай-ка мы тебе немножко крылышки тоже подчикаем у этого способность заканчивается этому тоже чик 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 кто там еще кому еще чик чик надо сделать тут нас лягуха мы можем что там под заморозить принципе и все остался один маячок бойцы тупо отсутствуют как здесь воевать если нет бойцов я даже не знаю поэтому давайте мы сейчас от ломаем щиты и нахрен отправляем про отца лягуху надо лягуху нужно отключить а у него антиконтрол там работал до какой-то там рэй счастливый рэй ты побеждаешь только потому что соответственно вашей нашей команде одни долбанавты играют и они причем умерли мгновенько ну что давайте посмотрим что сможет делать ревенант против а ничего не сможет потому что бой закончился давайте посмотрим такую табличку там у половины бойцов будет урона по полмиллиона 700 тысяч возможно максимум если по сусекам на скрипте смотрим у да нет посмотрите 2 миллиона 162 в общем половина боя почему-то у нас половины бойцов не хватало но они умудрились так неплохо повоевать а что же у вас за лига эксперт-1 великолепно товарищи пиксоники а можно вместо из лиги стажеров кого-нибудь подтянуть у этого вроде бы мастера но что-то он в самом низу клаки мира находится странно так а что у нас ты делал интересно мастер-1 это же у союза все пиксоники я жду следующем бою бойцов из лиги стажеров пожалуйста бой начинается но давайте не будем стесняться смысла особого нет если команда раканутая туда же супер мега ибо видев красивый такого фафнира не поможет итак мне моя задача мне нужно зарядить щит и находиться во второй шеренге то есть сзади за спинами моих соответственно раканутых друзей вы раканутые друзья или нормальный ну скорее всего если тираж на инвайдере уже 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 о многом говорит так ладно мне уже пост попасть под град пуль град просто но все можно взлетать взлетаем закрываем нашу команду своим щитом и почему-то враги перестали стрелять вы почему перестали стрелять отлетаем нажимаем астрал на отходе нажимаем осталось ответ сейчас будем работать со второй линии чуть-чуть мечит подзарядили это конечно не тот кайф который должен был быть но хотя бы что-то так укрытие укрытие я что-то немножко 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 врезался так работаем 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 со второй линии изничтожаем врагов копошечка у меня несколько уменьшат давайте нажмем астрал при выходе за стал часами скаканют хп шишечка но перестанет работать овердрайв работаем работаем работы меня немножко тоже сейчас подсольют заработает овердрайв 33 процента работает нукле амплифая 3 ревенанта прут прут 3 ревенанта заработали овердрайв юниты плюс 50 процентов к атаке долбим фафнира естественно отлетаем нажимаем астрал спасаемся бегством моя команда опять досталась настолько раканутая что прорвали все наши фланги и бой уже происходит на нашем респе так уничтожаем давайте мы фафнира он немножко не умирает немножко он умер так залетели мы сами себе в ремонт от орбитальной поддержки страшно страшно очень страшно долбим 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 меня убили с маяка нашего д с нашего респа то есть что мы имеем если даже вы собрали супер мега имбу ничего не работает это don't work it как говорится есть соответственно вы играете с раканутыми напарниками то есть супер мега имба работает только составе клана ну что лучедор ты справишься с ревенантиком я конечно понимаю что весьма проблематично это тебе будет но кое-как справился в это время министово колбасил коррозии другой ревенантик стали в позу он телепортнулся ко мне сейчас у меня будет купола работать соответственно отработал уже ремонт после этого еще давайте подпрыгнем настолько слабые союзники это просто ужас вы можете пожалуйста хотя бы чтоб с одной стороны меня били они со всех сторон мира все роботы мира даже купол мне не помог новые пушки циндау у врага ну что берем еще одного фафнира постараемся сейчас артур чека нашего прикрыть взлетаем возможный болин меня подкинула теперь соответственно уж точно я щит не смогу зарядить ладно отлетаем что нажимаем ремонтик по своим пушками циндау лучше не связываться они работают просто вверх вниз везде снизу доверх они работают сами себя долбанем орбитальную поддержку пока мы активно сражались на нашем респе наша команда умудрилась захватить кучу-кучу маячков охренеть то есть вы получаться меня кигали меня вкусили расход а в это время вы занялись делами пробежались по маячкам но это конечно похвально спасибо конечно но жалко что кучу-кучу роботов потерял в том числе и крутого титана так ладненько 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 к сожалению щит мы не сильно заряжены да помните так нажимаем ремонтик нажал зря потому что у муромца закончились боеприпасы ну и давайте споп она смотрим как он будет умирать ну бьем его вдвоем фафнир и минг минус то есть мин который минус так этого колбасим 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 раз колбас полную строим нажимаем ремонт круголя наворачиваем надо естественно саппортов это кто такой а это фафнир ну лучше естественно фафниром очкануть более опасно херачим 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 по моему этот фафнир сейчас у меня получается больше получил большую эффективность чем соответственно тот фафнир который заточен просто неимоверно на урон них рена в этот огненный фафнир как всех разносит только надо брать естественно немножко упреждение из-за того что огнеметы влево вправо долго летят нужно влево вправо немножко брать запас сами себя долбанули орбитальную поддержку но меня фафнир вражеский изничтожил давайте возьмем допустим эребаса сразу добим способность но он ушел в невидимость ну спасибо пришел смит смит какой-то там смит смит что-то там быстренько быстренько изничтожаем он включил у него включилась щит f-ти по и мы его нафиг просто пробили он подъехал ко мне и мой щит и джиз тоже прострелил потому что он не как у тайфуна прилегает к телу а имеет известно радиус по майкам мы что-то опять начинаем сильно проигрывать я думаю сосредоточить свое внимание о допустим на респе через десять секунд меня будет ломание щитов смит эти майки захватывай хочешь сейчас мы этого будем долбасить включаем еще способность применилась отлично негативные эффекты применились на вражеского фафнира так у него отработала стенд и сейчас моего быстренько заберем вот так быстренько умирает будет блять них на не быстренько у него сработали щиты f-ти по опять у нас гигантские проблемы по маякам маньякам хочу телепортируемся это катка однозначно слита у нас и по личному составу приличному поменьше бойцов так я думаю будет легче всего забрать как ни странно артура у коми же все хп саппорт еще имеется на саппорта валить в первую очередь димитровали димитру валим бой закончился в общем что не бой то жуткие проблемы с подбором и соответственно я предлагаю пойти в режим против всех и посмотреть что фафнир имбовый до перекачаны сможет там как сможет там себя проявить посмотрите просто невозможно играть на товарищей невозможно положиться хотя другой стороны у врагов тоже один одна была заслана овечка из мастеров 3 чё она там сделала она сама не поняла и поэтому из боя вообще свалил бы это не мой это не моя битва я ухожу отсюда ладно полетели в порте всех итак просит начинается но я думаю можно принципе бесстрашно выходить первым ну ибо прокачка позволяет сразу видим справа фафнира а слева никого не видим киберспортина в режиме корпус робота прячем долбим 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 так подходим к врагам вы будете мне бить мне нужно взлетать тогда когда у меня будут соответственно колбасить сзади меня ко мне подкрадывается враг он хочет мне естественно долбануть по-любому так взлетаем отлично орочи мне заряжает щит великолепно фафнир мне простреливаю щит печальненько отлично справились и видели хп-шку несколько но потому что у меня стоит у глайдера дрон позволяющий нихрена себе сказал я себе ну вот посмотрите японский квадрокоптер и мне щит зарядили немного если мне зарядили щит бы нормально по-человечески до титановым по мне постреляли да нажимаем астрал пока у него работает опа чё он умер я же был в астрале я был в астрале он умер о это же великие легенды же ходят о серверных инженерах компании пиксоник они конечно сами себя своих роликах хвалят мы там супер мега команда но не пользуются заслугами предыдущего состава пиксоников которые создали реально качественный классный продукт нынешнее поколение пиксоников это просто такие отъявленные рукожопы но просто ну на старых заслугах играющего вывозит старые механики отлично работают так у нас имеется там ревинат взлетаем сразу нафиг и сваливаем он мне немножко щит подзарядил ну что братюня что-то по-моему тут умирает он продолжал по мне стрелять и неплохо так неплохо мне щит подзарядил нажимаем астрал при выходе застрела сейчас хп-шка схаканет до максимума все что мог я восстановил к сожалению к сожалению потому что хотелось бы конечно больше но придумали эту серую полосочку так работаем 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 меня преследует конкретно конкретно преследуют но что я разрываю расстояние сваливаю 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 и приземляюсь во от сюда вот пока я буду там соответственно тупить буду от врага отстреливаться когда ждет Switch способность он естественно захочет ко мне подойти но я буду стараться его замораживать издалека убивать вполне неплохо он умирает потому что работают овердрайвы и ну families амплифая. Посмотрите, без всяких там бонусов дополнительных, какой лютый урон исходит из моего фафмирчика. Так, сейчас он, естественно, будет телепортироваться, и мы, соответственно, давайте уже и, в принципе, и взлетаем. Ну что, будешь по мне стрелять? Да я тебе, в принципе, и так, наверное, смогу завалить. Ты меня немножко щит подзарядил. При убийстве сейчас тоже хп-шка должна скакануть. Хп-шка скаканула, да. Сработало. И творкет, как говорится. Так. А, к сожалению, у меня оторвало одну пушечку. Араванка прячется. Иначе тебе сейчас будет кирдык. Секир башка. Она спряталась. Ну, в режиме против всех наглядно видно, что данный фафмир крайне-крайне дамажный. За счет овердрайвов, за счет нуклея амплифая великолепно. Но по-прежнему мне не получается зарядить по имбовому щит, чтобы по мне стреляли практически все бойцы. Ну и не то, что с красной команды, а просто все бойцы. Потому что здесь все враги в режиме против всех. Не могу и нормально зарядить щит. Так, фраг приземляется. Пока приземляется можно уже его начинать колбасить. У него два ластена, то есть он не понимает по механикам игры Warobots нисколько, ничего. Взлетаем на атаки. И вот сейчас, за счет урона дикого от глайдера, у меня неплохо зарядился щит. Вот сейчас у меня в принципе должна встроена пушка долбить нехило. Вон давайте попробуем. Ну, так он в принципе и есть. Просто моментально Фафнир сгорел. Причем у него ластендик имеется максимальной прокачечки, да. Так что возможно и робот нормальный. Меня убил Enemy 2. После боя посмотрим, кто это такой. А сейчас мы Ребаса возьмем. Enemy 2. Какой у него Фафнир был прокачкий? Сгорел просто практически мгновенно. Если щит Фафниру зарядить еще сильней, загорать будет и еще мощнее. Покупка какая-то, понятно. Так, приземляешься. Ты Равана вылезла, да ты не хочешь терять второе место. У тебя третье место, да? У которого был прокачанный Фафнир. Ну что, давайте нападайте, я всего лишь Эрибас, Адидас, страшный, ужасный. Запилил, блин. Че? Я же Эрибас. Смотрите, как дохло, робот считается. Не знаю, что-то Равана просто взяла и умерла. Странно. О-о-о, май гадабл. Замораживаем и вражеского Ревенантика и отступаем. Ага, ты, естественно, хочешь ко мне телепортнуться, да, я так полагаю? Нажимаем еще на способность. Способность частично сработала. Нажимаем ломание щитов, у него включился щит абсорб, а мы, соответственно, ему прострелили. Великолепно, он ничего не сможет со мной поделать. ХПшка у меня абсолютно не уменьшается. Я все принимаю урон на щит. Так, он решил работать пассивом, он пассив. Он определил себя по жизни, определяет себя по жизни как пассив. Ну ладно, пассив, я на тебя буду нападать. Телепортируйся ко мне, мы его подключали. Пассив, что ты не нападаешь на меня? Ладно. Ну ты сравнил тоже Эребаса и Ревенанта, блин, кто круче, смеешься что ли? Еще способность долгой по нему. Ломание щитов включаем, еще справились. Играет как самый раз последний урок ожог. Или просто он уже потерял интерес, или что? Или не верит в свой успех? Или он думает, если будет сеть в глухой оборонье, то, соответственно, ох ты, какой-то крутой. А на тебе способу мою. И воином колбасит еще кто-то сверху. Ждем пока у него ХПшка уменьшится и сейчас мы будем его изничтожать. Добиваем его. Отличный килл мой. Сверху Муромец приземляется. А мы его нафиг отключаем. Смотрим. А, сработало, частично сработало. Ну, сами все давайте долгим еще один щит. Где еще один негодяй? Бежит ко мне на всех парусах. Отключаем товарища Муромца. Они почему-то решили по мне тупо не стрелять. Да иди ты нафиг, блин, будет не стреляй по мне. Дай, ага, еще что-то. Так, включаем ломание щитов. А у бойца даже и нету щита, щита абсорб. Почему-то, вроде бы как. По нему долбанул. Проклятие не сработали. Ну, или сработали частично, так и не понял. Отступаем, работаем на отходе. Ломаем щиты. Сейчас у него отработает ласт энд и мы его будем отключать. Тоже как-то частично прошло отключение. Потому что вообще просто эребас выпиливает всех нахера. Не сработала способность, потому что попала скорее всего в щиты шела и не применились негативные эффекты. То есть у шела куча щитов, стреляешь вроде бы как сзади, сбоку, а там тоже щит, и поэтому негативные эффекты не применяются. Просто охеренно. Что Фафнир, что Эребас показывается великолепно. Ну на Эребаса будет еще отдельный обзорчик. Ну тоже урон такой по меркам топа смехотворный. Три бойца не играли и поэтому я в режиме против всех вообще не играю, потому что в режиме против всех там люди или сливают лигу, или фармят ресурсы, или там какие-то дрочи занимаются непонятно. В общем против всех режим стал абсолютно неинтересный. На этом все. Друзья, пока.